Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Я не буду его засчитывать, потому что, в принципе, суть его достаточно ясна, вот, ага, засчитаю только, наверное, какие-то отдельные отрывки, вот, чтобы было понятно, собственно, первую часть. Итак, как пить или возможно ли действительно поверить, что человек изменился? После первых брака у меня двое детей, 10 и 9 лет. Муж начал пить, испевался, мы развелись, я уехал к себе. Живем достаточно долго, он пропал и не общался. Я второй раз, лично замуж, человек был очень хороший, дети приняли как родного, после ростки изменился. Дома было гестапо, вот как скажут, все как скажут по затыльнике и так далее. Вот, значит, ну и дальше происходит то, что автор вопрос уходит, вот, несколько лет вместе с ним не живет, но имеет интимные отношения с ним, потому что они очень хорошие. Автор вопрос говорит о том, что хочет мужчину для жизни, а не для секса. И в итоге встречает замечательного человека, который ей идеально подходит, но с которым не очень хороший секс. И как только она сказала своему бывшему мужу об этом, это второй муж ее, он сразу изменился, сразу стал идеальным, начал всячески демонстрировать ей, что изменился, хочет, чтобы она вернулась и так далее. Автор вопроса говорит о том, что дала себе сабу на возврат к этому человеку, потому что помнит как было, но когда видит как он изменился, ее екает сердце. И она говорит, что сердцем ее тянет именно к бывшему мужу, а разумом к новому мужчину. И, соответственно, она сейчас находится между этими двумя людьми. Спрашивает, бывает ли так, что человек под стрессовой ситуацией меняется? Вот, собственно, и вопрос. Да, еще в конце просят не судить строго и говорить, что у них с бывшим мужем общая дочка и два годика. Что здесь хочется сказать? Ну, здесь хочется сказать то, что на лицо системы. Первый муж пил, спивался, вы от него ушли. Второй мужчина тоже сам, то же самое, только что не пил, но как бы, значит, как вы и сами говорите, устроил гестапо. Вы тоже от него сбежали. Налицо сценарий, поведенческий сценарий, где вы, собственно, в роли жертвы находитесь. И этот сценарий основан на, пока что, бессознательных моделях поведения, что, собственно, вам и нужно корректировать. Вне зависимости от того, изменился ваш бывший муж или нет. Вы как-то вот все знаете, пытаетесь найти идеального человека. Пытаясь найти идеального человека, вы обращаете внимание на картинку, на внешнюю историю. Люди это чувствуют и дают вам то, что вы хотите видеть до поры до времени. Понимаете? Поэтому здесь, так или иначе, модель поведения, я бы сказал, несколько деструктивная. Что касается изменений мужчины, вашего бывшего мужа, то изменения, находящиеся под... Изменения, происходящие под воздействием стресса, возможно. Но под воздействием сильного стресса. Не обещайтесь, но то, что вы сказали своему мужчине о том, что у вас отношения, не является таким серьезным стрессом, с учетом того, что вы несколько времени живете уже раздельно. У вас связывает только с интимными отношениями. Поэтому рассчитывать на то, что это достаточный стресс для того, чтобы мужчина изменился нельзя. Кроме того, вас не смущает то, что человек сразу стал таким хорошим. Вы хотите поверить в то, что он всегда будет таким теперь, но подчиняясь правилам системы, он такой, потому что ему надо вас вернуть. Ему надо вас вернуть, потому что вы позиционируете себя как, в данном случае, товар или ценность. И когда он вас вернет, необходимость в таком поведении исчезнет при условии отсутствия работы со специалистом, со психологом. Его и вас. Вы его оправдываете? Рассказываете историю о том, что у него было трудное детство, неблагополучная семья? Ну, я не психиатр, конечно, не являюсь психиатром, но на лицо синдром Стокгольма, когда жертва пытается оправдать своего тирана. Что делаете вы? Понимаете? Поэтому вам нужно признать одну вещь, что вас тянет к людям, в том числе в интимном смысле, вас тянет к людям, которые стоят над вами, которые вас контролируют, вас ограничивают, вас подавляют. Вам это не нравится, потому что вы находитесь в относительно здоровом социальном поле. Но, тем не менее, вас тянет. И задача, на мой взгляд, заключается в том, чтобы перестать, наверное, ожидать, что придет хороший дядя и сделает вашу жизнь счастливой. Идеальный. Начать самой делать свою жизнь, самой строить свою жизнь. Вот. Понимаете? Вот вы говорите, хотите мужчину для жизни. Что это значит? Почему вам для жизни кто-то нужен? Сложный вопрос. Многие люди его не любят. Но вам для решения своих проблем нужно на него ответить и решить. Стать более самостоятельным. Более зрелым. Понимаете? Вы хотите верить, что человек стал идеальным. Но куда делается эта его энергия? Что она внезапно перестала вентиляция? Что характер у человека внезапно изменился? Нет. Характер так быстро не меняется. Даже в психотерапии люди меняются достаточно длительное время. Минимум год. Здесь изменение произошло, как я понял, мгновенно. Вот. Поэтому я думаю, что в целом вам нужно помимо корректирования родительского сценария, где вы находитесь в позиции жертвы, вам нужно менять в том числе и свое восприятие себя. Немножечко, быть может, отходя от такой позиции, что вы сокровище в смысле приз для своего мужчины. Вы не приз. Вы ценность. Но вы ценность не для кого-то, а в первую очередь сама по себе ценность. Вы же здесь говорите о ценности для другого. Что как бы и является, на мой взгляд, проблемой. Достаточно серьезной проблемой. И вот именно в этом ключе вам и нужно двигаться. Ага. То, что вы находитесь на переботе между двумя мужчинами, ну помимо того, что это классический треугольник Карпмана, вы сами можете изучить его в интернете. Помимо того, что это классический треугольник Карпмана, я бы сказал, что мужчины, данные мужчины, являются для вас костелем. Ну то есть, понимаете, вам нужен один мужчина как идеальный интимный партнер, а второй мужчина как идеальный партнер. Во всем остальном, с тем не менее, вас тянет именно к первому. Вам нужно сейчас закрепиться в мысли, что если два брака у вас не сложилось, то деструктивный сценарий вы принесете в третий брак. Даже если чисто внешне, он будет казаться успешным. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, имеет смысл несколько переставлять потихонечку жить в иллюзиях. И начинать как-то жить в реальном мире. Понимаете? Вот то, что хочется вам сказать. Если ваш бывший муж хочет меняться на самом деле, считать, что неправильно себя вел, на самом деле увидел какие-то новые перспективы роста своей личности, то, на мой взгляд, для него самым лучшим было бы обратиться к психологу и вместе со специалистом начать работать над негативными последствиями для его психики. И из его семьи, про которую вы рассказываете, начать работу так же, как и вам. Вот, в принципе, и все. Хочу обратить ваше внимание на то, что у вас довольно детская позиция. Что вот сейчас я вернусь обратно к идеальному мужчине. И все у меня будет хорошо. То есть, понимаете, вас сердцем тянет к идеальному мужчине. И, как правило, это проповедь коса. Ответ все идеализируется. Вот и вы и суть по всему. Папу ищите. Может быть, он тоже вас бросил и пил. Может быть, вы от него ушли. Может быть, еще какая-то история была. Нужно смотреть. Смотреть. Смотреть, исследовать, разбирать. Но... Ну, нет ощущения, что... Что вы в мужчинах видите личность. Да? Что в первом, что во втором. Не меняются люди сразу после росписи. Не бывает такого. И идеальных людей тоже не бывает. А это значит, что... Будь вы повнимательнее к себе. К тому, с кем вы находитесь. Будь вы повнимательнее к контакту. К своим реакциям. К своим чувствам. Вы бы увидели, как бы человек не пытался скрывать тревожные звоночки. Если бы хотели их видеть. Безусловно, существуют люди, которые могут очень хорошо скрывать какие-то вещи. Таких людей очень мало. За это нужно профессионально учиться. И то не гарантировать. А тут вы говорите, что... Человек... Очень резко... Изменился. После ростов. Так не бывает. Повторю. И вот подобные метаморфозы. Подобные... Резкие изменения. Это же... Больше... Про сказку. Понимаете? Что? Да. В сказках бывают такие истории. Такие вещи, что... Ра... 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 У вас в первом браке, что во втором, вы понимаете? И то, что есть контроль со стороны ваших мужчин говорит о том, что у вас как-то вот своих личных границ не особо много, не особенно вы к ним внимательны, а раз так вам нужно на кого-то опереться, вот на детей опирайтесь, вот на одного мужчину, вот на второго, вот на третьего, и нет ничего плохого в том, чтобы на кого-то опираться время от времени, время от времени на кого-то опираться в общем и целом нормально, вот, поддерживать друг другу нормально, но в целом по жизни человек идет сам, а вам для жизни мужчина нужен. Думаю, что не совсем здесь про мужчину-то речь, думаю, здесь речь про совершенно другое, вот. Вот первый брак ваш поисследовать, посмотреть, понимаете? Вы говорите, что муж начал пить. А почему он начал пить? Получается, начал пить с вами? И это не только я вам скажу, не только я вам отвечу. Так, у вас муж начал пить, как бы, почему? Получайно? Нет. Он начал пить вследствие каких-то причин. Понимаете? Какая штука? Он начал пить вследствие каких-то причин. И эти причины, в том числе и вас, понимаете, какая штука. И вот нужно посмотреть на это. Нужно поисследовать этот момент. Вот. Для того, чтобы не повторилось это. Вот. Знаете? Поэтому это запрос на психотерапию. Человек, ну, второй уже мужчина, как бы, тоже не просто так изменился. Сразу после росписа. У него было ощущение, что он может измениться, ему за это ничего не будет. И, собственно, он был прав. А, вы терпели какое-то время, а вот вы сами пишите грубо, снимаете по затылнике. Вот. Так что, в итоге, вы спешали. Вот. Просто спешали. Просто спешали. А, как бы, что-то, что помешало-то сразу, как только изменения произошли, сразу на них реагировал. Что-то помешало. Что-то, страх, надежда. Понимаете? Какая история. Какая история. Вы поймите правильно. Вы найдете кучу аргументов. При желании. Вот. Тут, как бы, не в этом дело. Тут дело в том, что вы навели порядок в своей жизни. В первую очередь в себе. А потом уже как-то отношения выстраивали с мужчинами. Вот. С детьми. Чтобы вы научили себя любить и уважать. Чтобы детей научили себя любить и уважать. Вот. Понимаете? Только потом с мужчинами отношения выстраиваются. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен. За обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за вам с помощью. Вам она пригодится.